И снова здравствуйте! С вами, я надеюсь, ваша любимая программа Арпитер Бэнд и ее ведущая Елена Ларина. Алексей Рябков. И сегодня в нашем выпуске мы будем общаться на тему интересного отельного бизнеса, но не только, конечно, человеческие моменты, тоже нам всегда очень сильно интересно. Вместе с нами Игорь Клименко, генеральный директор «Космос Северо-Запад», да, так правильно? «Космос Северо-Запад», да. Ваше направление, но я так понимаю, что здесь еще есть нюансы, что такое генеральный директор такого большого направления, такой большой отельной сети. Ну, давайте я расскажу. «Космос Северо-Запад» – это правильная компания, которая в прошлом году приобрела у норвежца Ларса Веноса 10 отелей. 6 в Санкт-Петербурге, 2 в Москве, 1 в Муромске, 1 в Казинбурге. «Космос Северо-Запад» – это 100% дочеря, дочка «Космос Отель Групп» нашей. «Космос» – это у нас легендарный отель в Москве, ДНХ, самый крупный, наверное, отель. И «Космос Северо-Запад», соответственно, 100% дочка приобрела. Я генеральный директор «Космос Северо-Запад», соответственно, я генеральный директор всех этих 10 отелей. И это 10 отелей, они… Прибалтийская? Расскажу, 10 отелей. Глобальные, такие большие, огромные отели. Да, большие, знаковые для Ленинграда и Санкт-Петербурга. Мы находимся в гостинице «Прибалтийская». Знаменитой гостинице? Да, той самой гостинице, которую любила Алла Борисовна Пугачева. Ну, это уже у нас как-то там… У нас у Ленинградцев уже… Принято, так говорить. Шутка такая, да. Может, не любила, может, она… Ну, на самом деле, тогда, в те времена у нас в Советском Союзе, как вот вы все помните, хмурые угрюмые лица, но уже некоторые люди в Советском Союзе хотели хорошего отношения к себе, только любя. Да, да. Поэтому, может быть, тогда вот этот конфликт и случился из-за этого, что в отельном бизнесе конфликтов не должно быть. Если он чувствуется, то наоборот, его надо перевести в рабочий момент, в дружеское. Гостеприимство, самое главное. Индустрия гостеприимства, да. Значит… Десять отелей. Да, Прибалтийская. Прибалтийская – одна из самых крупных вообще в России. Нет, не самая крупная в России. Ну, не самая одна из самых. В Санкт-Петербурге, да, здесь 1170 номеров, да, по-моему, да. Вторая – Улковская. Тоже знаковая. Да, там тоже 800 номеров, знаковая. Эти оба отели были построены к Олимпиаде-80. Прибалтийская вообще такая шикарная, я помню, приезжал сюда, тут же набережная там. Было когда-то, да. Там, да, там прямо паруса, там все, ходили, гуляли. Сейчас прекрасный вид на ЗСД. Прекрасный вид на ЗСД, ну, все равно воздух остался, все равно там, да, воздух остался. И немножко это самое, в 88-м году я уходил в армию, и именно отвальная, как провожали меня друзья, была именно в этой гостинице прибалтийской, в которую было невозможно в те времена попасть, только если не имея какой-то блат, или что-нибудь кому-то трешку, и все. Ну, мама моего лучшего друга здесь была начальником кадетовского цеха, и она нам сделала билетики по 10 рублей, и мы вот, у меня ребята здесь, пять моих лучших друзей провожали в армию, да. И кто подумал, что спустя столько-столько лет я зайду сюда, как генеральный директор. Генеральный директор. Случайность не случайная, на самом деле. Да, случайность не случайная, да. Хорошая у вас фраза, да. Не, мне она вообще нравится, она как-то жизнь утверждает. Да, и отеля не только в Санкт-Петербурге. Да, значит, Пулковская на Площади Победы, гостиница Ройл, угол Невского и Владимирского, знаменитый наш Сайгон на первом этаже, да, тоже там 349 номеров, да. Это гостиница, вообще это здание было построено вообще в 19 веке, в середине 19 века, как гостиница Москва. А, но сразу как гостиница строилась. Да, там было как гостиница Москва, ну, там несколько-то маленьких было, а потом, да, была гостиница Москва, и она сейчас продолжает внести функцию в гостинице уже, сколько там, 270 лет, что ли, не? Получается так, да, вообще. Получается, сохранила вот, да, вот еще тот уровень представления о комфорте, да, дореволюционный. Мы стараемся, мы зашли, мы, к сожалению, очень хотим, чтобы она стала у нас нашим алмазом на Невском проспекте, там, с духом, с запахом, с тем, что подъезжали каретой, открывали двери, это самое, да, атмосферное гостиница. И у нас поставлен там новый генеральный менеджер Артем Малинин, до этого там был, экспаты были, да, вот, правильно называется слово, не знаю, ну, иностранный менеджер. Да, 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 вот. Я тоже не знаю. Да, поэтому гостиница Космос Ройл, она у нас пятизвездная, да, ну, в Санкт-Петербурге это вот прибалтийская полка 4 звезды, Ройл пятерочка 5 звезд, еще одна гостиница на Гончарной улице, прямо напротив Московского вокзала, ну, это новое здание, 4-то, очень хорошее. Гостиница в самом аэропорту Пулково, называется Пулково, очень хорошая гостиница, там номера прямо с видом на взлетную полосу. Мой старший сын, ну, 17-летний, когда пришел, говорит, папа, а можно я здесь останусь, потому что он хочет поступать в летную академию, там. Очень атмосферная гостиница, мы там были, очень необычная. Вот, эти 4-5 гостиниц управлялись под брендом Redison Park Inn. И одна гостиница, которую мы здесь в Санкт-Петербурге, Космос Северо-Западный, я управлял, это на Батайском переулке гостиница Олимпия Гарден. Она была договора управления с Сокосом, с эфинским оператором, который тоже ушел. Вот это теперь тоже Космос Олимпия Гарден. Теперь Космос один из крупнейших игроков на Северо-Западном переулке. Да, я сейчас про Космос Северо-Запад договорю. Да, еще еще. Да, еще гостиница в Мурманске, в Полярной Зоре, теперь Космос в Полярной Зоре. Там вообще сейчас в этом году до марта месяца все забронировано. Кто бы из знакомых, друзей не звонить, говорит, это же не цены. А я кажется, там был там в этой гостинице. Там наличие номеров, вот именно сегодня там все, китайский Новый год, северное сияние, Тереберка. Я служил в армии, когда в Печенге, тогда он не проехал, там было погранзона. Теперь у нас до океана можно доехать, поэтому там половина китов смотрит все. И я говорю, ребята, давайте приучать уже нас всех, что Мурманск это бренд. Конечно. Которую надо ехать и смотреть, если вы... У нас вот в Санкт-Петербурге, у нас такое есть, снобин такой, белая ночь и все такое. Там у нас нет белых ночей, у нас кофе с молоком. Хотите белой ночи, езжайте в Мурманск, где солнце вот так вот по кругу ходит. Да. Кстати, сегодня у нас 26 число, и там вот солнышко, помню, когда в армии это служил, в 88-м, 89-м году. Но 22 января появилось на 15 минут над горизонтиком, и было такое настроение чудесное, хорошее. Да, конечно, потому что полярная ночь, там вообще ничего нет. Но зато летом, не знаю, что это солнце, молодец, оно вот так вот по кругу ходит, и вообще, наверное, поэтому... Вот, еще один отель «Космос» в Северо-Западе в Екатеринбурге. Екатеринбург тоже город... Туристическое, историческое место. Да, и там Борис Николаевич Ельцином, и расстрел с Арткой семьи, и там можно туда... Ехать, открывать для себя Уральские горы, Екатеринбург, там, медные, там, полярники, все, ну... Богатый культурный регион. Вот, ну это мы как бы вот... Дэй Юр рассказал о «Космосе» в Северо-Западе. О Омск еще. Подождите, Омск, ну, де-факто мы представляем большую сеть «Космос», «Отель Круп». У нас уже там почти четыре десятка отелей от Мурманска до Улан-Адэ. У нас разработаны уже свои... У нас «Космос Селекшн», «Космос», «Отель Круп», «Космос». Ну, пятизвездные, четырехзвездные, трехзвездные, смарт-отели, да. Поэтому по всей России, Москва, Мурманск, Екатеринбург, Новосибирск. Открыли новый отель 1 ноября в Омске, 190 на 190 номеров, которые я тоже приглашаю прямо на берегу РТШ, город Омск. Я в прошлом году для себя его открыл. Так как вот мы это отель открыли, приехал как генеральный директор этого отеля. Ну, не все бывали в Омске еще пока. Я для себя думал, честно говоря, что Омск – это депрессивный город, откуда все едут, бегут. Ну, потому что по разговорам тех омских, которые здесь сейчас живут, я говорю, что ты приехал, я хотел куда угодно из Омска. Неправда. Омск, там солнечные дни больше, чем у нас вообще. О, это да. Да, там настолько… И мы, так как мы петербуржцы, мы все петербуржцы через одного или через Петербурга, мы считаем себя, что мы все поклонники Достоевского, любители Достоевского. Если ты поклонник Достоевского, в первую очередь, в Омск. Там только ты поймешь… Я не претендую на истину в последней станции, потому что я просто через себя это пропустил, что я приехал в Омск, где с 1850 по 1854 год Федор Михайлович Достоевский, ему 30 лет было, он провел 4 года на каторге. Что-то в Омске на каторге, это там летом мошки, сырость, зимой там в этих казармах это все я увидел. И именно, я уверен, я знаю, что именно там он встретил всех своих персонажей, которых он потом поделился своим последним, с нами со всеми, именно только там в Омске. Тут же Раскольников заканчивал, где на берегу Иртыша, да? Да. Все вот это, братья Карамазовы там за отца убийства, да, посмотрите, тоже он там это образ взял, да. Я… Не обязательно ехать в Омск на каторгу, можно в комфортных условиях посетить этот регион. Да, да, я буквально позавчера прилетел из Омска, Музей Достоевска, я там лично познакомился с директором, которым я, он книгу, он написал книгу, выбрал Достоевский на века там, и все его фразы, которые прямо читаешь, как бы, ну, все. Ну, можно сказать, что во всех исторически важных, и не только местах, да, находится уже гостиница «Космос», пожалуйста, приезжайте. Виктор Мурк, Омск, Новосибирск, Улан-Удэ, Алтай. Алтай. Да, горно-алтайский там у нас там. Селекшн, Русс, там, да. Вся Россия. Вся Россия, и будет, да. Ну, это все для нас, для… Сейчас вот, да, у нас отвалились много… Ну, можно так говорить, нельзя отвалился. К сожалению, наверное, они тоже, они сейчас переживают, что не могут приехать к нам по России из-за каких-то таких самых… Зато наши… А хотят, сейчас мод, да, опять на Россию вернуться. Знаете, у меня день рождения в ноябре, и мы каждый ноябрь выбирали столицу Европы и ехали туда. И вот сколько ни пытались, двухэтажный автобус, обязательно там это самое, там, не сезон, брали там лучшие там отели, там, гранд-отель Виана, все такое. И я все время супруги говорю, давайте мы в Питере становимся в отеле, поживем и поедем, как иностранцы. Как иностранцы. Да. Потому что где-нибудь бы не было, мы Петербурж, наверное, избавлены этим. У нас такой красивый город, хороший. Вот. Нет, все равно за границу, за границу, там, за границу. Едем, ездим, ездим. И сейчас открываешь вот это, открываешь все эти места, говорю, вот это Екатеринбург, Омск, Мурманск. И я, не знаю, сказать, рад или не рад, ну, хорошо, что появилась такая возможность для наших россиян путешествовать по России. И мы, Космосотельгрупп, к этому прикладываем, ну, просто живем этим, чтобы все останавливались в хороших условиях, хороших, то, что мы все изделили, мы эти условия... А что такое условия? Что такое стандарты? Ну, да, стандарты можно разрабатывать там всякие... Да, у нас свои стандарты есть. Запах, цвет. Ну, как будто стандарты нужны, чтобы предполагать, какой уровень комфорта будет. Да, там, пушина мокраса, уровень, да, там, какой там водой получишься, какой там запах, это самое, да. Но стандарты, прежде всего, человеколюбие, клиентоориентированность. Это самое главное. Самое главное. в этом, скажем, бизнесе или там влечении в сферы гостеприphasа невозможно быть не человеколюбимым человеком. Тавтология, извините. Ну, вопрос очень... Клиентоориентированность такая. Клиентоориентированность, да, но это, можно быть, формально клиентоориентированным, но если не человеколюбивый, не сможешь стать клиентоориентированным, да. Вам осталось большое, в хорошем смысле, хозяйство, которым нужно управлять. И не то, что даже предыдущие собственники плохо управляли, а скорее обстоятельства очень сильно поменялись. Нет, собственники, они просто были собственники, у них был заключен договор на управление. А, они не сами правили. Договор на управление с Редисоном парком. Это тоже культура Редисона, которая известна во всем мире. Да, известна во всем мире. И когда они нам передавали, главное, чтобы вы сохранили то, что мы говорим. Понятно, что было, сохранили, потому что то, что было построено. Хотя что построено? Ну, построено, да. Ну, это же Прибалтийская, Пулковская, это наши родные гостиницы. Построены они давно раньше. Зачем нам этот, можно это говорить, не знаю, парк-ин. Что же для Ленинграда, что такое парк-ин? Непонятно было вообще, как-то вырезало число. Даже вот эти кока-колы. По-русски звучит, как парковка. Да, какая-то кока-кола, сметана, там, Бабушкина, или там, есть это... Дом в деревне. Дом в деревне, да. Да, наше название, да, вот это вот, да. Но тем не менее, да, как сейчас, в какую сторону двигается космос, да, как он себя позиционирует на рынке гостеприимства этого? Мы хотим быть номер один. Вот так вот. Да, конечно, только самые амбициозные задачи, самые амбициозные, и от этого и персонал выбирает самый лучший. А чтобы быть самым лучшим персоналом, космос отель групп ввела даже свою академию гостеприимства. То есть вы не ориентируетесь на внешние какие-то стандарты, ну, как часто бывает, да, я себе найму самых лучших специалистов на рынке. Переманю, да, нет. Переманю. А вы, да, у нас уже есть лучшие, и мы еще обучим. Все хотят лучших, конечно, но, как сказать, лучшие, не сказать, практика лучших теоретического познания. Поэтому мы, исходя из практики наших же людей, которых мы видим, мы еще и дополнительные образования обучаем. В этой отельной профессии невозможно просто так прийти в стороне. Там надо расти с ночного партии, там, с пайповать службу приема размещения. Понять все нюансы. Да. Только так ты сможешь быть очень хорошим, грамотным. Нет, можно книжки почитать там. Нет, а владельцы бизнеса очень многие говорят, любого бизнеса, что если ты не понял внутри с первых шагов, что это и как это, то... Хоть клиента, именно чтобы быть душой, душой отеля, душой генерального менеджера. Я генеральный директор, по сути. Генеральный директор, давайте вот, я для себя выбрал такую аналогию, это как театр. В театре вы все знаете художественных владельцев, а кто-нибудь из вас знает генеральных директоров театра. Ну, очень редко. Ну, очень редко, очень редко, да. Да, поэтому я генеральный директор «Космосеверо-Запад». В каждом отеле есть душа, которая переживает, который человеколюбив, клиентаориентированный. Это генеральный менеджер этих отелей, которые встречают, живут, живут жизнью гостя, делают все лучшее, чтобы гостю понравилось. Потому что он приехал, а чтобы повернулся второй раз. Ведь только когда третий раз встречается, это уже постоянно. И вот это удержание гостей, удержание вот этого, что-то там лучшее. Ну, вы же, если вы идете в ресторан где-то, даже случайно отравитесь, вы в него больше никогда не придете. Хотя это может быть случайно. Вот этих случайностей... Быть не должно. У джем, у генерального менеджера, у него не должно быть, если случается, это должно перейти в рабочий момент, он должен как-то все время отстаивать свое любимое, где-то еще где-то. Они же живут, он же как семья его. Ну, генеральный менеджер, он управляет, он на гостей ориентирует, и весь коллектив он ориентирует на гостя. То генеральный директор, он на коллектив, на конструктив, чтобы это все помогало генеральному менеджеру выполнять основные цены. Получается, ваша формула успеха, это собрать звезд, создать им условия для того, чтобы они себя проявляли, воспитать, подготовить своих звезд тоже, для того, чтобы... Нет, эти звезды растут не от меня, они растут в нашем глобальном корпорации, они вырастают не от меня, а зависимые. Ну, создать условия для этого? Я должен, мы идем параллельно и выполняем каждый свое. Я делаю так, чтобы звезды могли светить, и чтобы людям было тепло от этого света. Мы идем параллельно, и я... Все ответственности сейчас, я говорю, да, на мне большая ответственность, поэтому... Все, и человеческие жизни, и настроение коллектива, и то, как он не приходит, и... Что там... Это очень важно. А вот на ваш взгляд, как сегодня, куда развивается отельный бизнес в России? Такой большой вопрос. Ну, да, мы же все смотрим поручение Владимира Владимировича Путина, президента нашего, чтобы... Это не туризм развивать, а создана корпорация туризм РФ, который... В 20-м или 21-м году, да? И задача поставлена, чтобы... Мы же можем приехать куда-то, а мы приехали, а где остановиться? Да, чтобы приятно было отдыхать в регионах России. У нас очень много, да, паломничества, у нас такие монастыри, храмы в глубинках, ну, туда, да, можно приехать и в храме, где там, ну... У нас эти культурные ценности, культура, просто на каждом шагу, и не только в Санкт-Петербурге. Возьмем Мурманск, Екатеринбург, Омск, там очень много интересных мест. И городе Санкт-Петербурга тоже. Наш президент космос-отель группы Александр Петрович Биба, он нас настолько четко чувствует и знает вот эти вот наши культурный код, или... Он просто сам очень выцепленный человек, да, и вот мы с ним в Тихвин ездили, преклоняться к Тихвинской иконе Божьей Матери, а он говорит, а остановиться-то здесь, где вот... Ну, есть, конечно, избы гостевые, да, но какие-то, да, так, чтобы стоять. Ну, вот поручение, выполняем поручение президента, мы выстраиваем эти маршруты. У нас даже выстроен маршрут, там, как вот из Москвы. Из Москвы едет остальные гостиницы «Космос-отель», любые гостиницы «Космос-отель группы», у нас там и «Космос», и «Космос-Павелецкая», и «Космос-отель группы». Он едет в Московскую область, останавливается в Зубровном лесу, это в Клинской область. Дальше он едет в Санкт-Петербург, ну, это по маршруту в Мурманск, да, останавливается в Санкт-Петербурге, в любом из отелей «Космоса», да. Дальше он едет через Карелию, у нас Петрозаводский «Космос», у нас Шуйская Чайпа «Космос», там, отель, да, Петрозаводский «Космос», дальше он едет в Мурманск, в Мурманске он остановился. Дальше он посещает Чериберку, да, где он смотрит китов, смотрит это самое. Кстати, у нас даже у каждого отеля в Мурманске даже уже есть электрозаправки. Здесь тоже будут все электрозаправки. То есть можно даже на электромобиле путешествовать, останавливаться рядом где-то в отеле «Космоса» и рядом где-то будет заправка. Вот, и вот эти маршруты мы можем уже по сети «Космоса» выстраивать и беречь наших клиентов, гостей, да, оберегать, помогать, делать, открывать Россию. Они уже привыкли к определенному уровню сервиса, этот сервис будет везде, пожалуйста, в любой город можно приехать. Да, здесь можно много дискутировать, у нас много всяких этих глэмпингов открывается, да, там еще что, ну да, там какой-то видеоролик, какая-то модная девочка там на каблуках, там, там, говорится, палатка, все такое. Можно как-то туристами быть в палатках жить? Ну, «Космос» он развивает. И глэмпинг, кстати, тоже. «Клэмпинг» — это гламурный кемпинг, да, это гламурный кемпинг. Мы тоже «Космос Альгрупп» тоже, это направление тоже развивает. Но спать в кровати на правильной толщине матраса, вот, принимать душ, мне кажется, это очень важно. И ценно. У нас еще программа… Анна Просверина, которая за кадром, я думаю, и за глэмпинг тоже движет, что они согласны. У нас еще выйдем своим маршрутом, рубрики определенные есть в программе «Арпитер Бэнд». И прямо сейчас я расскажу вам о театральной жизни нашего города. И, конечно, вот сегодня мне хочется вспомнить наш замечательный театр «БДТ» имени Тостонога. Вот, где не так давно мы всем телеканалом «Арпитер» смотрели замечательную постановку, которая называется «Слава». Вообще, очень удивительно, что эта постановка, она как бы отсылает нас к истории Советского Союза. Ведь Виктор Гусев, который автор пьесы, он… «Свинарка и пастух». Да, он… Кстати, он же тоже «Свинарка и пастух». Он очень был известен еще даже как, получается, поэт, но он тогда только стал становиться драматургом. И вот как раз именно пьеса «Слава» помогла ему стать драматургом, потому что до этого, по-моему, он как-то еще в драматургов еще не мог попасть. И мне вот очень понравилось то, что там есть искренность, там есть в нашей уже постановке, так скажем, современной, 18-го года от Константина Богомолова, есть еще вот какой-то настрой на то, что связь времен, связь того времени, лучшего в людях того времени и связь этого времени. И очень мне понравилась фраза «Слава, трудись, и она твоя». То есть, трудись для того, чтобы была у тебя слава, а не обязательно там совершать какие-то подвиги ради подвигов. Вы же помните, я это сделал должен в этом судьбам, а если не я, то кто же. И вот как раз это было, если не я, как раз вот эти все вот произведения, они были. А на самом деле люди так и росли. Это даже не на основе, это я вот это помню, я все-таки, что мы именно так и росли, и у нас вот это было, это не придумано. Ты даже смотришь на наших ребенок, еще кто посмотрит, придуманные произведения там, нет, они действительно, они как Данка, сердце свое, да, чтобы, да. Давал определенный волос, давал определенный настрой. Честно сказать, когда я смотрел, я тогда еще не сразу понял, что это из советских времен пьеса, да, я подумал, как современно, как животрепешище, какие они прям новаторы, да, как они сложные темы преподносят, да, в такой форме, сейчас стихотворной. И вот это признак великих поэтов, да, что вот эта пьеса, она не устарела вообще ни на капельку. Да, и написать пьесу в стихах, ну, вот Лопе де Вега, Тирсен и Малина, и получается, вот Виктор Лосев, это тоже такая вот преемственность, уже из веков даже, какая-то прослеживается. Игорь Владимирович, а вот вы что любите в театре? Я в театре, я люблю свою супругу, которая является актрисой БДТ, и она в этой постановке как-то ронять в кустах, конечно. Понимаете, как-то жизнь, как-то не случайная, случайная случайность, я же потом, я вырос, родился на практическом переволке, БДТ, я каждый день ходил мимо БДТ, каждый день мимо БДТ ходил, и я помню тут БДТ, когда я, мальчишка прикалывалась, мы шли, прикалывались на толпу людей, которые лишний билетик любят, и мы так идем, так, лишний билетик? Они сразу как-то, я такой, нету, злые, нету. Да, сейчас, наверное, каждый может вспомнить такие грешки, которые из молодости, что-то, да, да. Сейчас такое я не вижу, чтобы в БДТ, ну, в этом году, опять же, внутренний туризм, театры тоже сейчас заполнены. Да. И я тоже могу много, ну, это лично мое мнение, уж извините, там, что многие произведения БДТ, Большой драматический театр, как-то, я помню, сказала одна пансионерка, не надо нам нового БДТ, верните нам наш. Классика. Вот, а то я вот это услышал, я думаю, да, действительно, верните нам наш БДТ, где вот, я уже помню, для меня такое, я когда вот музыку слышу, мурашки, наверное, такие, знаешь, бывают, или когда-то очень сильно мурашки, и я вот помню постановку Чхидзе по Льву Толстову «Власть мы», по-моему. Так там, как играли потрясающие, Ивченко, народный артист Украины и России, там, Рота Витауна, и вот, у меня мурашки шли, хотя видел, что это спектакль, ничего, я, сейчас я почему-то в театре, вот так и мурашек, нет у меня мурашек. Ну вот мы затронули такую сложную тему. Слава, это да, это вот это произведение, как-то вот многие у нас, в моем указании, в другом, Константин Богомолов нет, мы пойдем. Вот сразу, ожидание, да, думаешь, где подвох? Ну, так как они идут, потому что мы, да, Богомолов, вот именно Слава, это тот спектакль, на который надо идти. Я тоже сидел, ждал, где подвох, что сейчас случится, что сейчас произойдет, и вот, достойный спектакль. Я даже думаю, может быть, такой цикл в театрах провести, советский спектакль. Там же много в малом биоматическом было, там, по Абрамову, по-моему, ставили, там, еще и так далее. Нет, у него было много находок своих прямо в этом спектакле, вот эта камера и пожилые, люди в зале разных, зрелые люди играли совсем молодых, и это было очень тоже необычно. Ну, кстати, в этом тоже есть большой смысл, то есть, получается, вот эта глубина внутренняя, то есть, не игра в молодость, а вот, получается, что глубина, она не имеет полу. Да, так что в театре с супругом и супругой, да. Какие любимые спектакли ваши, да, не будем ограничить только спектакли с Екатериной, да, возьмем вот шире, ну, два-три ваших, один вы уже назвали, да. Можно паузу поставить, чтобы подумать, да нет, да, Слава, конечно, и на малой сцене у них произведение называется Джордж Каплан. Вроде когда ставили какой-то это самое, что, не сурадского, а вышло очень такое квестовое такое произведение на малой сцене Джордж Каплан, если кто-то не смотрел, сходите обязательно, это. Мне вообще нравятся форматы малой сцены, когда маленькая, и ты, 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 ты рядом, ты вот посередине. По курчику, да, там один актер играет, у него там куклы, и он тоже на малой сцене, потом после спектакля можно остаться, задержаться и прямо показывать эти самые куклы. Ну, я на шкурчик, это все, которые, да, там, он, кстати, тоже берет за душу, и там, когда я снова стану маленьким, обязательно, да. Такиментации принятых семи лет. Не были? Не смотрели? Вот не был, теперь надо будет сходить, да. Не могу не спросить, коварный такой вопрос, вот, отношения это вообще очень сложная вещь, да, а когда отношения с женой актрисой, мне кажется, там вообще все непросто. Ну, тоже клише, клише, да, но... Вот, давайте его разрушим тогда. Отношения с женой актрисой, ну, отношения не всегда, это тоже там, это же, это же работа двух людей, да, там, и... Кто спасает отношения, когда они, как бы, дают... Я думаю, каждый должен быть. Ну, в семье обязательно должна быть вера. Наша православная вера, так как мы православные, может, там, в семье, там, другое, другая, но наша православная. Без веры не будет, не будет семьи, не будет, ну, не будет будущего, не будет. Мы, я настолько выцеркленных людей, как в театре, среди актрис, не встречал, да, многие, многие актеры. Актрисы, они стали нас очень выцеркленными людьми. А вы же очень давно с Катей, да? Да, с Катей мы с 2005 года. С Катериной, да. Еще по 19 лет этому. Ух ты! И... Огромный путь. На самом деле, как один день, и у нас, ну, конечно, и ссоры, и не баланс, и все такое, как... Не, ну, важно, кто делает первый шаг вот этот, да? Обоюдно, обоюдно там. И так, и так, это очень классно. Моя супруга, удивительно, она не помнит, она может, там, так, как-то словами, ну, больно, там, она никогда не помнит, она злости не помнит. А, это очень здорово. Она отходчивая. Может быть, она там, может, она роль такую играет сейчас? Отходчивая? Да, просто. А вот в этом клише, об этом и речь, что никогда ты не понимаешь, а что на самом деле, она играет сейчас? Скажу всем, актриса, женщина, это больше, чем женщина. Вот. Берите замуж актрисе. Почему? Да. У нас еще одна рубрика, вот у нас их несколько. Музыкальная. 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 И сейчас я буду пользоваться, как я говорю, в таких случаях, и на радиостанции, я так говорю, на телеканале «Арпитер», так говорю, в служебном положении. Потому что хочу вам рассказать про одну вечеринку, которая будет иметь музыкальный уклон, хотя она такая достаточно личностная, и может кому-то показаться, что закрытая, но нет. Потому что 1 февраля в замечательном месте нашего города портал VR SPB, это вот клуб на «Оказывай 10», ваш покорный, не покорный, и Ларна отмечает свой день рождения. И, соответственно, я почему-то решила, благодаря, так скажем, хорошему товарищу Сергею Елгазину, у кого я состою в коллективе и друже «Аго», вот взяла на вооружение этот пример, делать такую открытую встречу, позвать просто всех-всех-всех. Ну, я знаю, что у нас там будут музыканты, у нас там будут петь, сейчас еще пока есть время проанонсировать, приглашаются все желающие поучаствовать. Первый февраля? Да. Приходите, будет очень весело. Берите подарки, вкусняшки и приходите. Самое главное – это присутствие. Опять же, случайность, не случайно, газовая 10 – это такое арт-пространство и много чего-то. И это, все это належит, владеет наш близкий друг, моя супруга, крестная его дочери, Сергей Николаев. Ой, как надо же, как он все переплетается, как все переплетается. И вот при прихожане нашего храма тоже все мы все это с вами готовы. Мне кажется, важным понимать ценность человека, человеческого капитала, сейчас так принято говорить, про то, что… Ну, в целом же мы конкурируем не только технологиями, культурой. Мы конкурируем по миру в большинстве своем с людьми. Как вот, могут они это сделать или не могут? И очень важно воспитывать правильные какие-то жизненные качества, да, которые помогают человеку быть успешным, побеждать. Я знаю про вашу большую спортивную карьеру, да, ну, как для меня она большая. Ну, да, я, наверное, да. Вот, связанные с фехтованием, я понимаю, как важны те качества, да, которые вот спорт, ну, не всегда как будто бы спорт дает, но часто бывает, что вот он дает нужные качества, которые в жизни потом пригождаются. Вот, какие для вас оказались значимые вот жизненные представления, жизненные позиции, которые, вы уже видели, что да, помогают жизни? Ну, опять же, сейчас не буду задавать на истину в последней станции, как ребенка. У меня главное, ребенка, чтобы для себя послушать, до 10 лет любой должен определиться со своим серьезным увлечением. Будь то спорт, любой там. Полезный архольб. Хитование, музыка, театр, ну, серьезные увлечения, которому ты посвятишь себя всего. Это вот, это моя такая форма, как бы, что до 10 лет. Потому что потом здесь попробовала, там попробовала, еще попробовала, там это самое, и серьезного увлечения нету, и человек должен быть стержень. У меня получилось, что, ну, у меня 8 лет на фехтование, там, так как в центре я рос, во дворе с пионеров наш, отдали, меня не изъяли в первый год. Такой мальчик. Вот, и, а я там стоял на учете у врача, там, до 8 класса, я не мог подтянуться ни разу, там, ни одного раза не мог в 7 лет подтянуться, у меня ребенок сейчас потягивается, там, вот. И меня как-то это, я там стихи хорошо читал, и все главные роли, и в этом играл на письмо. Вот, и я так, я на следующий год, ну, пойдем там во дворе с пионеров, мне там сразу заперли, там, какая-то кукольная студия, там, если уже пришел, еще что-то. Я говорю, нет, вот сюда, меня в прошлом году не взяли, сюда, сюда, сюда. Там у нас 4 этапа отбора, и там, там какие-то провода, все еще что-то, там, ты сейчас, приходите, кто хотите, да, там отборы были, отборы были, говорит. Меня отобрала Ксения Арканда Таджиева, которой 90 лет, в этом году 91, да, до сих пор, да, там, до последнего, там, у нас там 47 человек было. Я вот как-то вот загорел, хотя у меня там родители тоже и на фигурное катание водили, и все, ну, потому что, ну, на фигурное катание, мы кашляемся, вот этот лед. И я вот как-то загорелся, загорелся, там, чтобы, там, чтобы, что я на учете врача стою по полекам, чтобы даже никто не знал, там, и вот, а потом у меня 8, уже сняли это, и у меня объем легких такой стал, что я там, вот, и из этих 47 человек стал всех один. Мой тренер говорит, у меня мой первый мастер спорта, я выполнил, в 16 лет стал кандидатом мастера спорта, шел в сборную Ленинграда, потом поступил в спортклассе учился, школа, меня на Невском проспекте, была самая первая школа Санкт-Петербурга, Петрушуля, 22-я, Слобода, ну, в институт, куда идти, в институт физкультуры, конечно, там. Там передавать, ну, это, в 87-е годы было, и у нас сейчас уже... Фехтование посвящало себя все, там, пойдем когда-то на оценки, танцы, тренировки, еще что-то, мы, вот, люди правильно относились, и я вот считаю, что ты должен относиться к тому, что выбрал правильно, честно, не размениться. То есть вместо гулянок, да, вот этих вот самых, вы ходили в спортзал, чтобы... Можно, конечно, да, так нет, мы росли, когда вот мы, я помню, там, мы всю Россию, Россию, Советский Союз, там, сборы, соревнования, общение, конечно, были планы, там, и в сборную страны попасть, и на Олимпиаду поехать, ну, как-то, ну, я вот всем говорю, ну, смотрите, не все становятся олимпийскими чемпионами, но все становятся... У меня же друзья до сих пор, с кем я с 10 лет, вот мы, с кем там занимаюсь, в одной школе учились, в одном институте учились, в армии вместе все служили, спорте, все, вот у меня так до сих пор, и мы уже друг у друга, там, у детей крестные... Проверенно, как-то, да, и как-то вот, и я даже вот своему сыну говорю, лучший друг, это же, это моя, опять же, моя формула, я сказала, это тот, который знает, как по имени учиться, зовут твоих родителей. Ну, это моя, потому что я вырос с этого самого, и когда вот... Уважение к твоим родным должно. Да, в 21-м году мама ушла от нас, прямо у меня на руках, там, и на похороны все мои друзья пришли. Рота. Которых я не видел, это самое-то, для меня это рот. Что-то очень важно для вас был этот момент, поддержка. Те, с которым мы с 10 лет, там, вот она. Да, получается, что это настоящие люди, то есть это не придумано. Вот, поэтому фехтование научило меня выбранное дело правильно относиться к делу, достигать результаты. Если ты выбрал, ты не имеешь права размениваться, не имеешь там как-то... Тренера можно не пойти на тренировку? Можно. Ну, тогда у тебя не будет того-того-того-того. И нельзя... Я же... Зачем-то, я думаю, ходил, бегал, дополнился на улице, еще... А для чего это? Ну, именно для того... Чтобы закалить себе качество. Да-да-да. И поэтому... Поэтому в работе те люди, которые жили с своим серьезным увлечением, это вот самые ценные люди, которые к тебе приходят, и есть серьезные увлечения, и вот... Если вы еще не нашли себе увлечения, присмотритесь, фехтование у вас может быть... Ну, фехтование это, на самом деле, как это, шахматы. Вот так вот. Да, шахматы, конечно, тоже постоянно, постоянно тебя... То есть даже больше не физическая, а умственная история, да? Да, конечно. Мой тренер, ее муж, он заслуженный там мастер спорта, тренер по акробатике, и он говорил, фехтование вам не гимнастика, где вы выучили элемент и показали, фехтование думать надо все время, да? Все время, да. Поэтому я лично считаю самым умным видом спорта это бокс. Даже так? Да. Потому что в боксе, если ты неправильно будешь, плохо думать, еще что-то тебе наказывают. Очень быстро, да. Да. Реально, самый умный, да, фехтование. Но фехтование все-таки есть плюсы. Если ты в боксе промазал, потом думать сложно из-за травм, вот, а тут есть все-таки... Защита. Но учиться можно, да, на своих ошибках, потом ага. У нас очень сильная школа фехтования в Санкт-Петербурге и в России, но, к сожалению, мы сейчас закрыто не ездим куда-то, но все равно... А какие качества нужны, чтобы побеждать фехтование? Ну вот... Понимаете, фехтование на самом деле очень демократичный спорта, там можно быть и маленьким и большим, худым и толстым, и то, как ты... Размер не имеет значения. Да, ты построишь... Хотя в большое легче попадать там, да, чем маленькое? И в фехтовании, конечно, качество и количество отношений твоего прямо пропорциональны результату. Чем больше ты работаешь, тренируешься, тем у тебя результат, конечно. При прочих работах, конечно. Психология там... Что не скажешь о командных видах спорта, где там бывает что-то... Ну, опять же, это мое решение. Не, ну там тоже... Просто сам спортсмен... На фоне других, может быть, не видны твои заслуги или твои упадки. Ну, ты, именно как Cetius Altius Fortis, быстрее, выше, сильнее, в командных видах спорта можно не проявить себя как личность. Ты будешь классным атлетом, но почему-то ты не попал в команду, где все классные спортсмены, и ты не занимаешь тех мест, тех разрядов. Да. Не присылает, потому что... Ну, опять же, это мое... Ну, кстати, вот несправедливо, да? Несправедливо, да. Потому что вот чемпионы, да, сразу вся команда чемпионы. Вся команда, да. Ну, конечно, они каждый вкладывают, да, но кто-то, может быть, просто вот проехал вместе со всеми на этом автобусе. А кто-то, наоборот, сделал так, чтобы выиграл... То единоборство, то именно вот и твое... Только на себя можно и положиться. Да, на себя, на тренера и на твое отношение к делу. Вот очень важно. Да. Поэтому вот фехтовальщики великие, которые стали олимпийскими чемпионами, вы даже посмотрите в нашей стране. Где они сейчас? Станислав Позняков, Павел Колобков, Олимпийский комитет национальный, там, Министерство спорта, Юков РФС, да. Ну, поэтому те, кто относились к делу правильно, к выбранному, они и дальше идут. Ну, опять же, это мое, это мое. Да, да, да. Владимир Владимирович, например, тоже, да, единоборство. Да. Хотя вот мой сын выбрал себе хоккей. Сам выбрал хоккей, потому что я хотел, чтобы он был фехтовальщик, я бы с ним фехтовал. Но он отвел его, как водится, что надо научить плавать, действие научить на коньках стоять, чтобы на всю жизнь. А он говорит, нет, папа буду занимать. И он такую фразу в детстве сказал, папа, ты сам себе хоккей, да, а я себе выбираю хоккей. И для меня это было, что выбрал свое увлечение, будет он там чемпион. И вот все, он серьезно относится. Этот козырь в детнейшем. Ни одной тренировки он не пропускает. Вот это да. Даже маленький он был, везешь, он такой, и в разделах он самый такой. Поэтому вот я вот этим доволен. Это тоже мудрость родителей, что не идти, не заставлять ребенка идти именно по своему пути. Хотя даже это уже понятно, проторено, и там можно помочь. А вот он выбрал сам, да, сам выбрал свой. И сам как будто идет в своем представлении о счастье, да, свое счастье пытается найти. Про детей мы сейчас вернемся к этому разговору. Да, мы и делаем, да, своим путем. И я всегда еще рассказываю про киножизнь, но не только нашего города, а кино. Оно, как известно, подвластно всем, важнейший из искусств. И так как Игорь Владимирович человек с юмором, не могу не вспомнить вот наши даже предновогодние разговоры. Я говорю, а про вас надо делать, Игорь Владимирович, если программа, то вот прямо в духе День выборов. День выборов, да, Игорь Владимирович, да. Игорь Владимирович. Вообще вспоминает тот замечательный, так скажем, шедевр, не повоюсь этого слова, квартета. И хочется сказать, что сколько юмора, сколько мудрости, сколько даже, может быть, каких-то правильных решений и ходов в их шутках. Потому что, несмотря на то, что там ребята, вроде были поставлены такие условия, что выборы надо выиграть в тех, в той ситуации, где выиграть их невозможно. Но креатив, легкость и, соответственно, задор, они вот как-то решают иногда самые неразрешимые задачи. И я даже могу по секрету сказать, что один из очень уважаемых политиков говорил про этот фильм, что он, от них все смеются, ничего подобного. Это надо брать за основу и надо действовать именно по этому плану. Ну, конечно, в любой шутке есть доля шутки и доля серьеза. Но я думаю, что вот как раз и легкость, и увлеченность, и желание победить, вот мне кажется, почему-то, что вашу команду тоже как-то объединяет. А юмора, я знаю, креатива в подходе космоса к каким-то проектам тоже очень-очень много. Поэтому вот такая аналогия у меня сегодня, моего такого Акынского, всегда, так скажем, рассказов. Потому что я так слушаю собеседника, думаю, про какой фильм рассказать, про какой фильм рассказать. Ну, здесь как-то захотелось ему спросить. Да, «Квартеты и наши», да, у нас в коллекции, у нас все фильмы его присутствуют, да. Ну, я так думаю, что креатив, он как-то тоже вот юмор помогает в каких-то даже серьезных подходах. То есть не всегда же нужно все продумать и сделать какой-то очень правильный сценарий какого-то развития событий. А вот разрешите себе пошутить, посмеяться, и все получится. У меня есть такой коронный вопрос, я его сейчас редко задаю, но тем не менее мне хочется спросить, вот если бы была возможность, да, если бы была, отправить себе открытку, да, там немного места у него на открытке, себе 17 лет, ну, там, туда не ходи, да, вот это делай, вот точно, да, ну, что-то такое, да, какой совет вы себе бы там... написали. Вы понимаете, у нас 17 лет мне было, когда был 86-й год, да, у нас тогда, 86-й год, мы знали четко, что у нас будет, куда идем. Сказалось, что знаем. Школа, институт, работа, да, вообще все не так. Да, вот, поэтому с помощью нас, чтобы, не знаю, никогда не начинать пробовать курить, никогда не выпивать, ну, все должны это делать, пробовать. Я бы тогда все, я знаю, раньше прийти в храм. Именно тогда прийти в храм, тогда у многих не тех шагов, которые там, за которые мы же даже на исповеди мы говорим, грехи молодости, да. Может быть, я 17-летнего, я не сделал бы грехов молодости каких-то, да. Ну, может, это то, что, наоборот, воспитало, да, ты, конечно, туда не надо ходить, и больше уже нету соблазнов. Ну, это, это, ничему это не воспитывает, это просто потом есть такие моменты, за которые, действительно, это грехи, ну, грехи, они есть грехи, ну, их только, говорят, что признавать грехи, ну, вот, если бы пораньше я, 17-летний, пришел в храм, хотя крещеный был еще маленьким, когда был там, да, в нашей же деревне, где мои предки, старообрядческая, и там крестили, да, и мы тогда, да, так как мы все расшли... То есть это вообще особое какое-то отношение у вас к Вере? К Вере, да, и там моя бабушка, которая там, и на старой верке, там, и каждый день, там, у нас все избы были в иконах, их иконы как раз дома до сих пор, и мы же маленькие, когда воспитывались в детском садике советском, ну, все в школе кричали там, этого нет, этого нет, они нас любили и молились за нас, до сих пор, я знаю, что молитвники там наши, там, на небе, они нас молятся, вот, поэтому однозначно я бы себе написал раньше прийти в храм. Ну, это такая связь с родом, да, с этими вековыми традициями, которые внутри... Все равно мы все приходят в храм, только бывает поздно, и я осознаю, что, ну, надо было раньше. И я, спасибо, что вы меня спросили, я как раз никогда не думал, что там все говорят, я бы ничего не сказал, прожил бы так же, как и жил. Ну, нет. Ведь, если есть храм, то есть и ответственность какая-то перед Господом Богом, перед ближними, перед семьей, перед детьми, которые, ну, ты не будешь размениться на какую-то, ну, просто будешь создавать рай уже здесь и радоваться этому, да. Это у нас, слава Богу... Создавать рай здесь, это очень интересное тоже... Слава Богу, у нас в семье вот есть храмы, прихожане Николы Боговленского морского собора, стараемся все праздники каждого воскресенья быть в храме, исповедоваться, причаститься, да. Сын хоккеист, 17-летний, но он уже пять лет как алтарничает в храме, он алтарник около Боговленского морского собора, и ты вот наблюдаешь за ним, вот если у наших же детей, молодежь их же разрывает, у них же эти самые какие-то гормоны, они не знают, если бы не было храма, это было вообще... Ну вот как, он 17 лет, это была бы беда, да. Занимается спортом постоянно, там адреналин, там все. И потом и там всяк там, и соблазнов, у них очень много вообще, как они растут, у нас там соблазнов, что там, играя яйца поймать там. Раньше такие были, сейчас другие. Да, тут вообще только соблазнов, они, конечно, это оторвать из этого, с этого телефона, и слава Богу, что есть храм. То есть он тоже сам выбирает свой путь здесь? А тут мы сознательно, я к вере, как глубоко уцеркленным, стараешься быть личным примером только, я для детей, доченька семилетняя, она в храм поешь, нет, она каждый в храм, 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 там у нее уже все, у меня друзья, подружки, там храм. Есть такое мнение, что как будто бы дети, они приходят, в том числе, как учителя для родителей. Ну, то есть нам кажется, что мы их растим, мы их учим, да, они привносятся только в нашу жизнь, и вроде бы они, наоборот, нам дают какие-то смыслы, какие-то другие понимания, да, какие-то другие энергии. А чему учат вас, вот, ваши дети? Да, и дети, причем, вот, думаешь, растут, они в одинаково, что, у нас 10 лет, там. Родители вроде бы те же, да. Те же, воспитание вроде бы тоже, но они разные все. И вот я думаю, тут, там, говорят, у вас там плохо воспитан, еще-то еще, как начинают вешать, еще-то, думаешь, ты как его не воспитываю, он сам. Вот я вот, и именно по одному ребенку, когда всем это невозможно понять, а именно, когда вот их несколько, несколько, кстати, по-моему, вчера, да, она советовала, что многодетные, это трое детей, да. И больше, да. Нет, трое именно уже. Уже трое богатит. Да, 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 нет, что там, 4-5, потому что это, вчера был, они же, по-моему, такой вот. Вот так вот. Да, да. И они все разные, ты их воспитываешь, Дина, примеры, это самое, они все будут разные. Да, и как будто они приходят. Да, когда действительно они пришли уже такие, да, вот. И у нас ведь у всех есть какие-то свои слепые пятые, да, для развития. Да. И они такие эти пятые начинают подсвечивать. Да, да, и вот это вот, во-первых, вот это у меня научили, что они все разные. Действительно, они учатся на примерах, как папа любит маму, мама любит папу, там, вот это все видят, там, заботятся друг о друге, да. Вопрос был в том, что они, чему менять детей. Ну, есть вот у нас тоже светочки роста, да, и очень ценно, мы сегодня тоже говорили, что вы видите, что ребенок должен сам выбирать свой путь. Да, понимать свое счастье, в нем реализовываться, не навязывайте ему свои какие-то представления. Потому что это частая вот ошибка родителей, они... Ну, не знаю, мне кажется, все-таки тоже из личного опыта там, вы понимаете, я тоже привожу всем, не хочу вот этим заниматься, ну, не занимаюсь, не хочу этим, ну, не занимаюсь. Я считаю, что мы должны все-таки наблюдать и давать обязательно, и стараться, чтобы они этим занимались, потому что мы прошли эту дорогу, мы знаем, мы увидим, как... И происходит, что вот в школу, он скажет, не хочу в школу ходить, ну, не ходи в школу, мы же этого не скажем. Конечно. Обязательно будут ходить в школу, обязательно, это самое... Поэтому с этими увлечениями, куда мы их толкаем, мы по ВДРе, и мы должны как-то создать, знаете, мне тоже еще это выражение, женщину нельзя переубедить, надо ее довести до того состояния, когда она переубедит сама себя. И мы должны наших детей довести до того, когда будет, чтобы они поняли, что это, да, это я к этому пришел, на самом-то деле ты его к этому привел. Но мы об этом им не скажем. Да, мы об этом им не скажем. Вот надо с родительской, с педагогической точки зрения, надо быть хорошим педагогом, видеть, что ему лучше. Конечно, если он сказал, нет, я хочу этим, ты радуйся тому, что он сам сказал, я хочу заниматься этим. Лишь бы, лишь бы он этим занимался. Вот ты навязал ему это самое, там начинает, а он не хотел, а ты ему навязал. Ну, позвольте, нет, навязать ничего не возможно, хотел бы и не занимался. Когда там получается, что там не получилось в том-то, в том-то, в том-то, разве к тому, что он серьезно занимается. Вот, дети все равно разные. Дети разные. И они как бы несут свой другой же взгляд на жизнь, который откуда идет из них изнутри. И если не ставить их совсем в жесткие рамки, а постараться услышать, да, что же за вот этот внутренний свет в них открывается, и почувствовать его, то очень много можно научиться их вот этому открывающемуся другому взгляду на жизнь. Потому что они все равно все чуть разные. И вот, собственно, вопрос про то, в чем талант у ваших детей, да, которым вы готовы впитывать, да, готовы учиться, это тоже ваши точки роста. Потому что есть, в основном, ваши таланты, которые вы хотите, да, передать им каким-то образом, да, а есть, которые вот растают в них, и эту красоту можно только любоваться, да, и помогать ей раскрываться, и этому тоже учиться. Да, так быстро, это еще время летит, это вот сын так, хорошо, я вот сейчас доченьке 7 лет, думаю, что каждую минутку с ней, я говорю, там бывает усталый, говорит, время быстро пройдет. Я до сих пор на руках, я говорю, я скоро не смогу, но я буду носить на руках все время доченьку. Учусь любви, тут у меня доченька, они, во-первых, очень любят людей, что сынули, что дочь, да, вот этой любви. Я же тоже такой, как это, социопат, да, социофоб, да. Я точно точно могу сказать по себе, я закрытый, и дочка меня научила, по-другому относится, учит дружить, потому что она это умеет гораздо лучше, чем я. Да, да, и вот моя семья, нет, в дружбе я их учу, потому что, смотрите, как с детства растет, он говорит, а как же там из одной команды в другую, я говорю, смотри, у нас вот дядя Володя фехтовал за одно общество, там, дядя Костя за другое, мы, видишь, мы все друзья, и до сих пор мы друзья. Вот этому я их учу, примером своим, они видят, что друзья. А я их, я же тоже так могу о себе сказать, что я людей не очень любил, там, как-то, и только благодаря моей супруге, которую она очень человека любила, благодаря детям, которые растут, потому что мы в храм зашли, я чувствую свое преображение, вот это свое духовное, я открываюсь. Доченька, она вот бежит, обнимает, всех целует всегда, я говорю, ну, чего ты к ним ближе, они уже так, уху, 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 уху. Интересный пример, гимнастикой начала заниматься моя доченька, мы стали водить, ну, там, пока что девочка должна вот это. И эти гимнасты тоже растят таким, что они должны это самое, уху. Она говорит, не хочу туда ходить, там девочки злые, все. Мы сейчас открыли студию «Два крыла», народный актрис, там, балет Авлияна Лопаткина, там, вот они открыли. Там дети все, все с крестиками, православные, родители все из храма, там любовь у них, и она туда с удовольствием бегает. Вроде одного поколения детишки, там вот, где их растят, чтобы они должны, там, локтями, а здесь, наоборот, вы любите, они, там, обнимаются другом, что такое, дарят, и просто благодать детская. Ну, это очень важно, когда эти проявления происходят от души, а не к тому, что ты обязан, там, вот, это делать. Да, и там не ломают, там, вот, именно от души, и на то с удовольствием, да, вот, и... У нас есть еще одна рубрика, вот, мы уже, практически, пугаем некоторых гостей этой рубрикой, сам хотим, что страшного нет, мы в этой рубрике Лена читать стихи, вот, обычно они свои, хотя свои, нет, тоже бывают. Да, мы просим наших гостей прочитать что-то, неважно, что, да, свое, кусок песни, там, просто то, что сейчас соответствует какому-то внутреннему импульсу, внутреннему настроению, и это, конечно, не обязательно, да, ну, да, ему-то возможно. Внутреннего, ведь стихи, это интересно, это, наверное, моя супруга, она сразу прочитает, там, стихи, да, конечно, да, потому что я всегда говорю, мне говорят, а как-то, сколько они учат это, как они запоминают, я всегда отвечаю, кто на что учился, и всего не надо, там, ведь экстремал, вот, то, кто 10 лет прыгает в воду, для него прыгнуть в воду, а для тебя первого, знаете, это для тебя экстрема, да, поэтому мне прочитать стих, конечно, стихи прочитаю, то, что в детстве, там, когда-то, там, потом уже, значит, уже, ну, сидит, а сидит, это, в детском саду я читал, помню, мы все расшли такими, доченька моя прочитала, она читает стихи про, про Рождество, про Спасителя, такие вот, сейчас он такой, говорит, она не верит в Дедушку Мороза, ничего себе, нет, она говорит, она верит в Святого Николая, Святого Николая, Святитель Николай, да, вот это все, вот, она говорит, и все, действительно, она верит, вот, значит, а мы в детском садике, помню, читали, там, про Ленина, скромный, мудрый, небольшого роста, он таким на веки дорог мне, не в броню закованный, а просто человек, стоящий на броне, про Ленина, да, а потом мы, там, были октябрятами, потом что-то, а потом, когда ты уже, да, там, в детстве, там, надо девочкам какой-то стих, там, я, там, читаю, что, там, 8 марта, трудный день, международный детский, женский день, поздравить бабушек и мам, ну, девочек, тем более, поздравить всех прекрасных дам, и будьте довольны, это, там, сочиняешь, там, какой-то, даешь, потом ты начинаешь, там, типа, надо, вот, чтобы таким дигилистом, еще что-то, там, открываешь, там, Есенина, там, какие-то у него, там, хулиганские такие, ну, хулиганские, еще такой-то сам, там, не спится мне, какая лунность, еще как будто берегу в душе утраченную юность, там, подруга охладевшая дней, не называй любовью, пусть лучше этот лунный свет тебе струится к изголовью, там, там, из любви тебя изгадили, не втерпешь, что так смотришь, синими брызгами, или в морду ходишь, ну, такие, когда, там, вот, растешь, типа, такое-то самое, да, такое, сейчас стих какой-то даже пытаешься сочинить, ой, сочинить, сочинить, это уже нет, запомните, он не запоминается, мы помним школьную программу, там, в цире, там, в цире, да, как это, поэмы эти, а, у ревестника, помните все там, да, в щели лежа, уж долго думал о смерти птицы, а страсти к небу, там, сказал и сделал, а, так в чем же прелесть полетов в небо, она, а, сказал и сделал, кольцом свернулся, он, как правило, что-то с высокой кучей, но, упал там, но не убился, а рассмеялся, так вот в чем прелесть полетов в небо, она в падении, смешные птицы, земли не зная, они стремятся высокой в небо и ищут счастье в пустыне, какой-то. Красивый. Да, вот это все школа, то, что мы там, вот это вот, буревестника. Вот интересно, да, какие-то оседают? Оседают, да, литература. Какие-то проходят просто мимо. Да. Получается, они сидят, они как-то все равно вот нас формируют. А цире тоже, Лена, шикарная, старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Зачем? Там, кудем, одинок, там, оторванный листок, я вырос в солнечных стенах, душой, дитя, судьбой, монах. Все школьные программы. У меня тоже повезло с учителем по литературе, архиелезральная Беккер в нашей школе, да, она, она почему-то нас учила, я говорю, не любила она советских поэтов, не любила это самое, такая-такая. Ну, даже не диссидентка, она любила свою литературу и не раз, наверное, что-то там задала мне на лето дочитать «Жизнь Климаса Мегина». Я тот человек, который почитал «Жизнь Климаса Мегина». Целый лет дочитал 4-тонные дописки, да ужас, да. Мне мама моя подарила тоже в Букинисте, полное собрание с течением Горького, такой-такой, я думаю, перечитаю, мне идет. Тогда «Жизнь», да, читали, да. Поэтому... Вместо одного стихотворения, да? Игорь почитал, она уже... Это отрывки все тогда. Ну, не важно, это не важно. Нет, мы не просили целиком, кусочек. Я, наверное, целиком тогда как раз советского русского поэта Михаила Танча, раз уж такое общение у нас пошло, очень бы хотелось. В молитве не хожу и в церкви русской я где-то с краю, где-то в стороне. Я грешный человек, и сердце мое пусто, и колокол по мне звучит, звучит во мне. И каждый божий день, когда светает, уж все прошло, прошло, и свет простыл, я, Господа, прошу, грехов у нас хватает, прости меня, прости, а он уже простил. И где-то по весне цветет погульник, и снег журчал, ходит со двора, и вижу я слепой, вчерашний богохульник, как много на земле и света и добра. Да, я думаю, что что бы мы ни говорили, мы все равно говорим про света и добро, поэтому пускай на этой волне света и добра мы продолжим наше какое-то еще потом общение в наших интересных проектах. Конечно, конечно. Да, спасибо, что поделились своими историями, своей жизнью, своей мудростью. Спасибо всем, кто был с нами, смотрел нашу программу, продолжает смотреть новые выпуски тоже, да, подписывайтесь на наш канал. Пока, до встречи, пока. Спасибо, до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok